Очень важный концепт для людей, которые не сверхбогатые, а простой человек, который хочет переехать из квартиры на землю. На какую площадь переезжать, какую площадь выбрать? Вы знаете, что есть такое движение родовых поместьй, которое изменило сознание россиян с шестисоточного мышления на 1 гектарное. 1 гектар это минимальная необходимая площадь, на которой нужно жить в семье для здоровья, счастья, достатка. И как мы видим, система, государство наше это восприняло. Появился арктический гектар, дальневосточный гектар, в Белгородской области есть закон о родовом поместье тоже, где площадь гектар. Ну, это неспроста, это опыт 200 действующих поселений родовых поместьй в России. Но в то же время, под каждым обсуждением в интернете, где речь идет об одном гектаре, обязательно появляется человек, который начинает убеждать, что должно быть минимум 30 гектар. Это понятная фермерская позиция. Если ты хочешь жить с земли, тебе нужны комбайны, техника, много скота, перерабатывающие площади, да, тебе нужно 30 гектар. Разумеется, на одном гектаре ты всего этого не сделаешь. Тем более в родовом поместье, где у тебя соседи тоже создают родовые поместья, и которые не хотели бы видеть агропромышленный комплекс или даже просто фермера рядом. Парадокс заключается в том, что 30 гектарник также зависим от системы, в том числе от банковской системы, как человек, живущий в квартире. Человеку в квартире отключили электричество, в принципе, человек помер. А фермер 30 гектарник, он становится заложником вот этой большой площади. Ему нужны наемные сотрудники, нужно платить зарплаты, нужно нанимать большую технику или покупать большую технику, топливо, кредиты, возвращать кредиты, нужен сбыт. Это делает его неустойчивым, но по самому главному критерию счастья это делает его несчастливым. Дачу из 6 соток мы не рассматриваем, потому что это отжило, на этой площади ты только тепличку, грядочку, цветничок сделаешь. Никаких тебе лесов, прудов, садов. По той же причине не рассматриваем коттеджные поселки, что это тот же муравейник, те же зависимости от соседей, некомфортная среда обитания. Золотая середина это гектар, причем семья не обязана его весь перекапывать под картошку, может засадить садами, огородами, выкопать пруды, наслаждаться жизнью. При этом наемный труд нужен крайне редко, все можно сделать силами самой семьи, деньги зарабатывать онлайн работой или гостей приглашать. Не нужны никакие кредиты, можно жить тихой, мирной, спокойной жизнью в идеальной среде обитания. Поэтому 1 гектар, быть добру.